Здравствуйте дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский. Сегодня я хочу поговорить с вами о важности не только программировать, но и продать продукты. Итак, вот так я выгляжу. Кто не знает, опыт продаж это вообще моя основная профессия. Я 16 лет, опыт продаж в интернет 8 лет, 4 года 2009-2013 вел школу продаж успешно, делал маркетинговый проект, все проекты продвигаю сам. Программирование занимает с 2009 года. Ну, я такой человек, что я не люблю там, как говорится, извиняюсь, продолжим. Итак, я мог бы, но не очень люблю заниматься, как я говорю, стрельбой с картечи, да, на медведя. Как большинство, много людей делают там, напишут 10 уроков, поставят там 2000, продают, говорят, вот лучший курс. Ничем не отрицаю, это тоже труд. Разница, наверное, всего лишь в мироощущении. Я не назову свою работу бизнесом. По одной простой причине, ну, это больше труд, а не бизнес. Наверное, бизнес, это когда ты сделал некую херню, грубо говоря, там 10 уроков, и давай продавать, и говорить, что, ой, там, заработай миллион. Нет, ребята, я, например, на всех четырех порталах написал 8 суток видео. Поэтому больше я работал. Я бы свою работу больше охарактеризовал, как помощь другим. Когда-то, в 2009 году, я и курсы продавал, мне нравилось тогда. Я продавал курсы, так как на тот момент владел вообще только продажами. Сделал курс, как действительно продавать еще в офлайне. Продал около трех тысяч копий. Тогда я и заработал, ну, тогда были первые 700 долларов в интернет. Потом была школа продаж. В принципе, коротко, это так. Опыт продаж 16 лет. 8 лет в интернет. Разработка собственной системы продаж, о чем я и хочу с вами поговорить сейчас. Чтобы вы понимали суть, да. Четыре года лично вел школу. Хотелось проверить, все на практике разработать. Все проекты продвигаю сам, успешно. С 2009 года занимаюсь Python и разными библиотеками. Итак, ну, по Python понятно, да. То есть, есть портал отдельный для только начинающих. Сейчас немножко экскурс, быстренько расскажу, что сделано. Здесь все уроки для того, чтобы начать работать в Django, начать понимать Python, начать понимать стандартные библиотеки, официальный сайт Python, начать понимать любые книги, начать писать уже на Python. Далее, сайт Python, Django Framework, школа практического программирования. Значит, везде все по шагам. Ну, во-первых, в поддержке есть подробная инструкция, глобальный путеводитель, где есть советы, как вообще организовать, исходя из шестилетнего опыта, свое обучение. Далее, ну, обучение, все, здесь запутаться сложно, взял и пошел по шагам. Все, весь, все планы, все по шагам, шаг за шагом. Ребята, которые учатся в школе, делают практикумы, в общем, общаются, все общение в группе Google. Групп несколько, группа по Android, ну, сейчас дойдем, да, группа по продажам. Всегда надо, кто в школе, не забывать пользоваться поиском в группе. Много информации здесь накоплено. Допустим, вводим SSH и поехали, поехали. Следующее. Запланировал давно, три года наблюдал. Очень серьезно занялся с января 2016 года, хотя до этого тоже занимался он для себя, но публично начал делать школу по Kiwi Python for Android. Значит, также составлено по шагам. Три направления здесь будут развиваться. Первое направление – это построение любых графических интерфейсов для Android. Второе направление – игры. Третье направление – соединение библиотеки Kiwi с Django, чтобы делать нечто вроде Instagram. Хотелось, что сказать по сайту Django. Здесь не только Django, ребят, на самом деле. Ну, задумывался вроде как Django, да. Оказалось, что тут ребята и по Python общаются, и по другим библиотекам, поэтому все намного шире. И здесь, если вы, вот картинку недавно разместил, если это сайт для новичков, то Python OOP продолжение на SPB – это уже глубокое изучение, я бы сказал, переосмысление объектно-ориентированного программирования. В первую очередь мы начинаем с теории, со способов мышления ООП, дальше переходим к коду. На выходе должны быть две вещи. Первое – три вещи. Научиться мыслить в ООП, писать код в ООП, то есть работать с любыми библиотеками, неважно, это Django, применять объектно-ориентированное программирование на высоком уровне. И конечная цель, к чему мы должны прийти, это к мета-классам, то есть научиться писать классы, которые динамически создают классы во время работы пользователя с программой, с контентом, ну или с сайтом. В общем, круто. Все это применимо к Android, тут больше мы пишем чистого кода, чем на том же Django. Ну и сейчас мы будем говорить, то есть я так немножко познакомил вас со своей работой, о школе продаж, которая будет развиваться и далее, и постоянно. Постоянное переосмысление идет, добавление, я не буду говорить о новинках, которые очень поразят, но цена вырастет в конце концов. Вот на данный момент человек оплатил один раз, он приходит и больше не платит. Ну, как только я сделаю все, что я задумал, цена будет около 150 долларов с ежемесячной оплатой. Ну, понятно, те, кто оплатил ранее, для них так и останется пожизненный доступ, это я так к тому, что бы вы имели в виду. Система продаж очень эффективна, я ее переосмысливал уже много раз. Итак, в чем же вообще суть системы, вообще моей продаж, да? Конечно, очень эффективное индивидуальное обучение. Зачем я беру на индивидуальное обучение? Беру я людей немного, сразу говорю, я не беру там 10, я беру максимум 5 человек. Зачем мне эти 5 человек? Ну, в первую очередь, для того, чтобы на этом сайте продолжать создавать качественную систему продаж, поэтому, общаясь с конкретными людьми, я для себя вижу, где тормоза, люди разные, то есть, ну, в принципе, ошибки одни и те же. Стиль обучения у меня простой, это не видео уроки, это обычная переписка. Я работаю методом вопросов, то есть, у меня есть разные папочки, вот, новые завел, уже одна перепомнилась, уже трудно искать, поэтому завел по-новому, то есть, взял еще несколько учеников, и у меня здесь все распределено, люди обучаются, рисуют схемы, общение идет по почте. Что собой представляет продажа? Как действительно можно научить продажам? Ребят, все проекты у меня работают, все проекты я развивал лично, то есть, с учетом того, что на продвижение я трачу, ну, 20-30 минут в день. На сегодняшний день я рисую только схемы, то есть, я не составляю там каких-то там планов, ну, я знаю, куда смотреть. А вот в плане обучить, научить продавать, то, конечно, когда в голове все эти процессы проходят моментально автоматом, то для того, чтобы обучить, надо это рассказывать. Ну, сейчас я, моя задача рассказать вам суть системы, вот, продаж, которую я много лет разрабатывал. При этом я не скажу, что вот я вот такой умный, нет, много чего. Основой в основу легла система Амазон, которая начала развиваться в 95-м году, суть которой было возврат пользователя на сайт. Нельзя сказать, что Амазон применил, я приводил примеры. Эта система уже работала во времена еще до революции, когда забыл я книгу, анализировали заголовки газет, возврат, то есть, ну, там, покупка газеты, то есть, это существовало. Я, наверное, просто интерпретировал это по-своему и упростил, и приладил, грубо говоря, к интернету. Итак, вещь первая. Объективные законы. Я читаю много книг, смотрел, я их не читаю, потому что там написано... Что это такое? Объективные законы. Читаю много книг, и вот читаю в книге там, для того, чтобы продать первое, второе, третье. Ну, конечно, грубо говоря, для человека, который никогда не продавал, он читает вроде понятный план, первое начинает применять, ничего не работает, иначе все уже на мерседесах ездили, продажам научить можно в течение года любого человека. Я исхожу из того, что человек продавать умеет. Под видео в описании я еще дам ссылку. Недавно писал статью, вот я сейчас расскажу, потом вы еще прочитаете статью. Я дам на нее ссылку в описании под видео. Это будет статья, в принципе, где я рассказываю, ну, более, наверное, узкими понятиями. Я умею продавать, так вы заявите, берясь за любой сайт. Это правда. Итак, объективные понятия. Из чего я исхожу? Первое. Любой проект, что вы с него продадите, вы обязаны, обязаны видеть это до создания сайта. Объективные законы. Значит, я учу всегда своих учеников, составляя схему, которая имеет объективные вещи, которые точно существуют в интернет. Зачем это делается? Ну, давайте возьмем любую схему, они все не очень точные, потому что мы учимся. Ну, вот я открою любую схему в процессе разработки, да? Ага. Ну, то есть, вот, например, мы добивались с Вячеславом, я у него спросил, как пользователь может попасть на сайт. Ну, люди начинают перечислять там соцсетей. Это все частности. Есть три вещи. Ссылки с сайтов, с поисковых систем и по памяти. Тогда, когда у нас есть объективно три этих понятия, да, мы четко понимаем, мы уже можем ими оперировать. Хотя это не главное. И стремиться, понимаем, надо, чтобы люди знали сайт. Как многие сегодня знают школу SPB, они просто набирают spb-tut.ru и входят. Я это вижу по статистике. Объективно возврат. То есть, мы четко знаем, что люди в интернет возвращаются на сайт. Вообще, это основной закон интернет. Покупает тот, кто возвращается. То есть, это объективно закон. А вот, ребят, смотрите. А чтобы на наш сайт субъективно человек вернулся, мы будем делать второй шаг. Уникальный контент. Я вот бился с Вячеславом три недели. Только потом сказал. Потому что вот большинство людей говорят, это не моя схема, это схема моего ученика. Она совершенно не верна. То есть, она уже почти начинает быть верной, но она не полная. Это вот мы к этому пришли уже. Я бился с человеком. Молодец, он старается. Что такое уникальный контент? Я вам сейчас, кстати, это не скажу. И я ему говорю. Слав, уникальный контент, это не понятие. Ты же не поставишь цель. Я сейчас напишу уникальный контент. И в конце концов, вот начав с марта, сначала, наверное, да нет, с половины того месяца мы пришли к 18 марта. Что такое уникальный контент? Действительно, я не дам эту формулировку, потому что она дает ответы на многие вопросы, где приходит понимание, какой контент вообще писать. То есть, вот это, вот, интересный, уникальный. Это неверные понятия. Нет, они вроде правильные. Но я здесь говорю, что есть объективное понятие и должно соответствовать цели. Когда мы ставим, какой контент мы начинаем понимать, то мы легко получаем возврат. Хорошо. Иными словами. Иными словами. Когда мы собираем простые вещи. Возврат. Добавление в закладки. Мы знаем, что объективно каждый пользователь рано или поздно начинает с сайта добавлять закладки. контент, его определение. То есть, только мы здесь приходим к тому, какой нам надо контент. То есть, контент существует объективно. Интернет стоит из контента. Мы четко определяем с целью. И так далее, и так далее. Когда мы оперируем объективными понятиями, объективными законами, то, что реально есть в интернет, мы реально можем повлиять тогда далее на действия пользователя. Это у нас первый. Составление схемы объективных законов интернета, которые реально происходят. Второй. этап обучения это я бы его назвал просто оптимизация сайта для продажи и возврата. Опираясь на схему с объективными законами, мы можем уже далее приводить наш сайт к тому, что он был интересен для пользователя. Сюда в этот блок входят такие вещи, как доверие, сюда входят такие вещи, как значение, сюда в такие вещи входят, как значит возврат, уже конкретные. Сюда входит довольно много понятий. По сути дела отсюда уже начинают рождаться более значимые вещи. Применение на практике довольно простое. Смотрите, у нас есть определенная страница. Мы для себя определили, что а я ребятам показывал вот в реальном времени брал вот например сайт Android я делал в школе, вот показывал возврат такой-то через полгода такой, сайт заработал. То есть в практике можно сказать 30% возврата это первые продажи от 40 до 50 процентов возврата пользователей. То есть из 100 человек 50 вернулись. И так каждый день. Значит им это интересно. И понятно. Смотрите, когда люди возвращаются на сайт и им интересно, мы понимаем, что люди возвращаются, значит они будут покупать. Это уже видно. Поэтому я в своем обучении использую фразу очевидно. То есть вот эта схема должна быть очевидной, здесь очевидно. При этом смотрите, когда мы делаем схему, мы выводим очевидные законы. А потом должно соответствовать так, что в процессе, когда мы делаем сайт, мы просто-напросто делаем по нашей схеме, отслеживаем статистику и уже малыми изменениями доводим наш сайт до рабочего состояния, то есть идет работа постоянно. Мы при этом добиваемся конкретных числовых показателей. Понимаете, когда мы например четко сначала поставили задачу возврата пользователя, сюда уже мы можем определить здесь в блоке возврат, расписать себе конкретные вещи. например уже включить SEO, уже включить контент, то есть контент, я так и не ответил, не отвечу вопрос, когда мы определили, что для нас контента, что для нас есть хороший контент, мы можем уже легко прошерстить форумы, создать вопросы и создать тот контент, который нужен именно нашей аудитории, мы можем определиться со всеми вещами и уже по счетчикам Google определить, что вот по ключевым фразам нас находят нужные люди, как я не раз показывал своим ребятам в школе по всем сайтам. На этом этапе мы больше думаем над тем, как повлиять на контент, то есть на пользователя, вот у нас есть определенный контент, мы четко понимаем, когда мы понимаем такое понятие, как реально создать доверие, то мы просто начинаем писать текст, например, уже осознанно сюда добавляем некое там маленькое видео, которое служит нам ответом на вопрос, который интересует пользователя, конечно же, пользователь смотрит видео, проделывает, у него получается, он уже верит в первую очередь себе, и он приходит к нам снова, и так далее, и так далее, это уже тонкости, то есть здесь целый спектр вопросов, я показал, я не буду их сейчас показывать, потому что это большая система, я просто показал, что на основе объективных законов мы уже применяем субъективные вещи, чтобы работали вот эти вот законы, то есть применяем конкретно страницы конкретному сайту и получаем конкретную статистику и есть третий этап обучения в принципе третий этап это создание контента вы знаете что вообще гугл за свое существование гугл амазон ну я это много лет собирал собрали очень много советов около 400 вот я насчитал это такие вещи как просмотр скольжения это например отмечание чего-то в скобочках на что привлекается внимание вот понимание правильное применение этих вещей дает нам возможность все что здесь вот мы себе сделали описать это на странице правильно и сделать привлекательно для пользователя чтобы пользователь когда зашел обратил внимание именно на то что нам надо пользователь об этом не думает ему просто это интересно и все но он вот как мне люди на спб пишут вот человек пришел его брат отговаривал что ну как это там обучение чему-то ну а потом сам сел за сайт и до 4 утра читал ну то есть понимаете да о чем я говорю то есть и вот здесь разные методы вот коротко методы там просмотр скольжения то есть четко осознавая опять это разработки гугла что человек просматривает сайт сверху вниз слева направо далее это идет просмотр то есть просмотр потом это все происходит в одну секунду его взгляд скользит по тексту вырывая заголовки нечто важного еще не принято решение не читать еще не принято решение остаться еще не принято решение добавить закладки если его взгляд вырвал нечто то что ему действительно интересно то человек начинает читать в этом моменте если мы четко понимаем что такое доверие мы можем всунуть либо там какой-то тест мы можем интересное видео ставить то есть именно к этому моменту привязать и если человек перейдет и посмотрим понравится скорее всего мы уже можем рассчитывать что сайт будет добавлен закладки то есть при этом мы уже допустим добавление в закладки мы себе ставили уже конкретной целью то есть в первую очередь человек должен вернуться добавить сайт закладки и мы это достигаем разными способами это я говорю опять же все так примерно рассказывая вот понимая это мы четко можем согласно тематике понять что выделить на странице то есть по сути дела здесь существует несколько методик вполне нормальных это согласно методу вопросов то есть что важно в этой тематике выделить именно эти слова как правило работает на 200% всегда в первую очередь все эти вещи надо знать грубо говоря получается от простого как то у меня все спуталось ну да ладно от простого к сложному на самом деле вся система состоит ну грубо говоря из трех шагов мы опираемся на конкретные законы конкретные привычки пользователя далее берем вещи которые присущи абсолютно любому человеку вот мы дяди там ване верим а дяди Пете не верим потому что дядя Ваня дел нас не подводил то есть но наша задача с вами разобраться как же доверие отобразить на странице мы ну тут ладно нечего тут скрывать человек всегда верит своему опыту на самом деле все банально просто то продажи это просто поместите то что человек может проверить когда этот закон у меня сработал в первый раз это было давно очень я тогда рассказывал как писать уроки в камтазии студии расписал очень подробный урок подробную инструкцию человек сделал пишет мне ура у меня есть видео то есть он верит своему опыту но он верит мне потому что я сделал этот урок то есть понимаете да я получил доверие человека и дальше я уже могу его направить туда куда мне нужно в конце концов он оплатил 150 долларов потому что он начал верить мне деньги тут не факт деньги не факт деньги это уже результат при этом ребята говорят а вы никогда не используйте слово продажи абсолютно верно почему потому что говорить вот чтоб продать надо первое второе третье продажа это всегда следствие ранних шагов то есть продажи это следствие если мы ставим продажу как основную основу считайте что вы не продадите так написано большинство книг чтобы продать надо первое второе третье да это же люди это постоянно меняющаяся обстановка в конце концов моя система верна по одной простой причине потому что я опираюсь на законы объективный интернет я опираюсь на реальные понятия которые существуют внутри внутри каждого человека доверие значение вот вы когда-нибудь задумывались вы на сайте делали значение многие из вас скажут я вообще не знаю что это такое а на самом деле этот принцип я применял еще до интернет далеко вот смотрите вот многие из вас участвовали все маркетинге раньше правильно и многие из вас не добились успеха потому что ну вам там рассказывали допустим это неплохо я достиг успеха хорошего в продаже сетевом маркетинга в свое время вы рассказывали там о продукте это было неправильно вот если вы попали ко мне тогда когда я собирал залы да и объяснял вот как вообще продать аудитории я бы сказал а вы сформируете значение если вы допустим уже не думали о продукте а вы бы подготовили те вещи которые сформировали бы значение то что делает ваш продукт ребят совершенно разные вещи когда мы формируем значение например что я делал я приходил в центр торговый да я не знал людей а потом разговаривая да я рассказывал люди собирались вокруг меня слушали я им рассказывал как классно там когда во рту приятно пахнет показывал там зубную пасту да я понимал что я купить может абсолютно каждый человек я также понимал что она очень хорошо ее на двух хватает там то есть ну я рассказывал то что человеку важно я формировал у него у него значение потом человек выбирал может совершенно другие вещи понимаете но сам факт понимания значения если мы берем любую ситуацию абсолютно с любым продуктом и если мы находим значение вот как воду продавать да кто-то говорил когда начали продавать воду ой это утопия а люди нашли значение пользоваться чистой водой жить долго оба на пошла вода ребят но ведь это же значение мы можем сформировать на сайте и этому надо научить вот я пока не проговорил вы не думали вы написали статью вам нравится а как эта статья относится с вашими целями например с рынком вы не задумывались потому что вы об этом не знали а я вам говорю а что рынок имеет свои значения вот этот рынок то есть если бы вы были у меня да в учениках я вам сказал вот создаю раздел и напиши вот статьи как ты считаешь по важным вопросам мы поработали да и бац на сайте появилось значение вашего продукта то есть человек приходит читает да это важно да это важно да это важно то есть понимаете насколько тонкий продаж но настолько просты здесь нету ничего сложного каждый из вас умеет вот ну и третий этап это просто выражение самого контента используя разные там вещи которые в принципе находятся по сути дела в открытом доступе вот только ну я их собирал допустим осмысленно понимая проверяя как это работает проверить очень легко когда мы берем любые программы от google и нам для нас важно чтобы именно по этой ссылке переходили смотрим переходов мало меняем применяем некие фишечку вот эту смотрим перехода увеличилась на 30% при том же трафике знаете в чем суть моей системы и в чем ее плюс и плюсы огромные а вы не зависите вообще от поисковых систем и вы не зависите от количества людей при моей системе например пришло 30 человек и 5 могут купить то есть потому что это бред говорить вот тысячу ну я видел людей и не буду говорить вот недавно рассказывал своим историю ну вот человек сделал там сайт все красиво продвигал там тоже не буду говорить продукт это не важно утвердила утвердила эта женщина голову себе что вот тысяча будет человек я продам нагнала тысячу тысяча пришла тысяча ушла я посмотрел на сайт понял что работать не будет а вот то есть она не подумала ни о возврате ни о чем она подумала только о своих амбициях все вот ей хотелось залегла на диван потом вот не получается все правильно а я вам говорю что если вы будете работать в разрезе сколько человек вернулось к вам 100 пришло 30 вернулось так каждый день то у вас будет 900 вернувшихся в конце месяца я говорю примерно да у каждого там по разному но сама позиция сам угол зрения правильный тогда вы не зависите тысяча у вас пришло или 10 тысяч вопрос в том что уже начиная с малого количества сайт начинает работать ну вот то что наверное я хотел рассказать может не совсем понятно в любом случае основные азы я рассказываю на этом сайте он разевается как делать контент который продаст вас продукт это авторская система вот для чего я это рассказал не знаю так захотелось так захотелось поэтому надо понимать что конечно вот мне нравится заниматься программированием но надо помнить что продукт важнее продать нежели сделать и когда мы начинаем рассматривать мою систему становится понятно что большинство людей делают сайт потом пытаются якобы его монетизировать ну что совершенно я бы сказал неверно когда человеку задаешь вопрос вот я работаю с людьми и говорю ну что как ты считаешь сначала надо сделать сайт или сначала все-таки разработать а потом делать не так получается я сделаю сайты неизвестно что а так я уже осознанно делаю правильно ребят что ваш сайт будет работать надо знать до создания сайта потом вы уже можете подумать о том же доверие ага здесь я вобью в базу рубрику для добавления видео то есть вы уже начинаете соображать соображать и понимать что вы сделаете какой вы сделаете сайт какой контент и потом сайт начинает бас и продавать удивительно да нет не удивительно а просто у вас в голове сходится и вы верите вы верите потом вы начинаете видеть по статистике что так происходит вы верите еще больше ну банально просто ну просто после 16 лет согласен когда-то было сложно вот в общем в любом случае для знакомства приходите вот сайт spb-tut.ru с него можно попасть на все другие сайты spb-tut.ru легко набрать продавашков здесь есть если нажимаете еще то здесь можно попасть и на android и на youtube подписаться на twitter подписаться посмотреть начать раздела для гостей и когда есть например акция вот так для вас будет выглядеть то можно купить логин и пароль как говорится там за 2000 это недорого что я еще хотел сказать в общем смысл наверное вы поняли конечно тонкости я просто у меня не хватило бы времени но по крайней мере я хотел выразить простую мысль что важнее продать чем написать если вы хотите действительно чтобы у вас появились деньги ну а ребята в школе молодцы учатся помогая друг друг другу обсуждают в общем нормально все спасибо